Когда он уехал, понимаете, он уехал, но там много написал, выступал, до нас как-то это как доходило, советский год, это что мы там можем, так сказать, знать, это все адрес-станции глушились вообще, да, телевидение, мы не могли знать, что он как-то выступает, доходилось он на премию получать, он писал много книг, какие-то книжки отдельные, доходили очень редко, вот он же жил за рубежом товарный долг, больше 20 лет, и вернулся сюда в 1998 году, но могу сказать, что уже в 1992 году, когда уже советская революция кончилась, а Виктор Александрович еще жил вместе с семьей за рубежом в Германии, а я в 1987 году стал главным дактором в Налогу вопросов с философии, уже в это время, и когда ему исполнилось 72 года, 70 лет, Виктор Александрович, мы в журнале вопросов с философии, он еще оставался за рубежом, мы устроили ковы в стол, посвящен обсуждению его идеи, то есть мы его не просто поздравили в журнале, а был целый круглый стол, там выступало целый ряд людей, обсуждали его идеи, очень высоко отоценивали все, вот как мы такой ему, так сказать, подарок принесли к 70-летию, Я не помню, кажется, он сюда приезжал все-таки на 70-летию, он жил там, но он уже стал сюда приезжать, он сюда ездил, мы его отмечали, приветствовали уже, он уже стал приезжать в институте, он приезжал в России окончательно в 1998 году, но до этого он сюда приезжал и в начале 90-х годов, в середине 90-х годов, помню, когда был юбилей института, вот где-то, когда мы отмечали тоже, в 90-е годы, он сюда приезжал, он еще за рубежом, ну, и мы, ребята, сюда ездили, да, и, ну, конечно, как мы встречали, это герой вообще-то, так оно и было, конечно, уже стали понимать его значение вот тогда только, потому что вышли те работы, которых, конечно, просто не было, мы стали не узнать, работали его в политической социологии, так сказать, вот его теории сапонизма и верного коммунизма, и масса, так сказать, работ на него было, вот, и уже можно было, так сказать, судить о нем как не просто логики, как логики, философы, социологи, философы истории, если угодно, вот, ну, потом там логики, философы, какой-то было, то вот, чем он, так сказать, отличается от других, а он, вот, в чем он отличается, у меня, вот, скринялся, масса философы сегодня, интереснейшая, они знают много из того, что мы раньше не знали, младые люди уступают в вид, когда имеют возможность запомнить с мировой литературой по философии, знают языки и комплектуны, а вот в те годы, когда я начинал, и все такие языки знали, считают, они в курсе дела, они как будто выбирают себе проблему, темы, вот, на ней работают, углубленно, сейчас интересно, но что теряется, я считаю, вот я, поскольку на инстинуте работаю, я могу сравнивать, в тот период, в этот период, понимаете, во-первых, когда мы вступали в нашу философскую жизнь, и были у нас такие лидеры, как Александр Александрович Зиновьев, да, у нас лидеры были, но у нас было какое-то вот сознание было некое общность, было некое, так сказать, сообщество философское, были люди разные, были более яркие, но мы еще чувствовали, что мы вместе, это мы единые, у нас была какая-то программа деятельности, каждый что-то делал свое, но какое-то было общее понимание, что важно, что нужно, да, мы обсуждали работы, вот, скажем, кто-то написал книжку, книжку не издали, с причинами, вот, могу, например, снимать, то здесь масса в день не могли книжки издавать, но мы эти книжки читали, мы собирались, были семинары, были школы философские, там школа была у Щедровицкого, там были поклонники Бардашвили, там у Ленкова своя школа, у Саря Зиновьева своя, Батищев, там еще философские школы, когда были отличарясь друг от друга, и даже будут воспользоваться довольно сильно, но была общность такая социально-психологическая, это было одно, это было одно философское покровение, вот Зиновьев, Ленков, люди другого поколения биологические, социально-психологические, они участники войны, но в войне не участвовали, вдруг был опыт, но в смысле понимания философии наши покровения философские, вот мы вошли вместе с ними, понимаете, а не капли нас вели за собой, вот поэтому вот было такое, сейчас такого нет, сейчас люди знают много, во многом, собственно, вертятся, крутятся, кто-то книжку издал, а я не знаю издал, что он там пишет вообще, может быть два твоего истов, второго река обсуждают, а раньше выход какой-то книжки, все обсуждали, все собирались, вот сейчас этого нет, ну и в те годы даже, все равно философы какую-то делятку выбирали, там теории познания или там стали философией, занимались ею, а Александр Александрович, он в этом смысле классический философ, вот если взять его вот фактор понимания последней работы, да, ну как бы, так сказать, его общение своей работы, и что бы там видеть, логика, теория познания, онтология, онтологическая, это философия, это философия настоящая, это анализ философии, выполняется филологическими социальных средствами, что, кстати, в мире сейчас практикуется, антология, методология на науке, социальная философия, философия истории, этика, все это есть, то есть все части, это система философии на самом деле, вот такие системы сейчас нет, сейчас, так сказать, какие-то отдельные куски, что-то там делают, вот в этом разница, да, сейчас, конечно, есть масса достижений, которых я был у нас раньше, я не хочу сказать, что на суперпорте Дигородье, говорят, нет, очень много делается, но климат немножко добрый, понимаете, и вот это и тогда, значит, Александр Александрович это отличало, что отличало, Егор там, что еще писатель, он художник, он карикатурист, он и поэт, вообще, да, это, конечно, ренессансные личности, как были там, Георгий Анатольевич, который он все делал, он и художник, и изобретатель, там, и, не знаю, ученый, что угодно, вот это знакомый теперь, конечно, человек очень большого таланта, очень яркий человек, и значение его, конечно, стало создаваться уже гораздо позже, а сейчас мы тем более понимаем, что он значил для нашей философии, для нашей культуры в целом, потому что это, как будто написатель, и не гражданин, конечно, и политический деятель, если угодно, вот, и когда вот я вот книжку, эту факту от понимания, я читаю, мне все это не отъявляю, с одной стороны такой, так сказать, трезвый и глубокий философский ум, логический, да, анализ, там, вот эта логика, там, не классическая, а с другой стороны, когда социальных вопросов касается, и там все это есть, да, это не просто теоретик, это человек переживающий то, о чем он думает, это публицизм, хоушен в смысле слова, понимаете, это человек, который болеет за свою страну, когда ему не все равно, что происходит, не просто холодный, это человек, вот, человек горячего сердца, а не просто холодный бумаг, вот, он сочетает, все соединяется, это редко, когда это говорят, вот это, конечно, девочный человек. Я это чувствую даже в книге 2006 года. Да, 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 вот это есть, да, понимаете, там все это есть, я в одной книге, там много, мне приходилось писать какие-то, связанные социальные идеи, вот, в собственности, вот, вот эти книжки, да, там у него размышления о будущем очень интересные, так сказать, и то, как теряется смысл жизни вообще в целом человечества, и вот там где-то, по какому-то дубрике у него, там много интересных таких, очень глубоких рассуждений. Вы не почувствовали такую неразочарованность? Неразочарованность есть, потому что он, понимаете, человек понимает, что мир оказался в тяжелой ситуации, конечно, здесь не видно, говорили, это где сказано, в презентации, да, что во многой мудрости много печали, когда человек понимает, он какие-то вещи это видит, мрачные, тяжелые, и перспективы он таборисует тоже, неплестящие, то есть есть опасность, он пишет, то сейчас потеряет смысл собственного существования, и перестанет понимать, что происходит. Он пишет, и об этом довольно интересно, и как раз мне приходилось вот откликаться на эти идеи, есть тексты, где специально эти вещи на радио, да, в этом смысле там, конечно, конечно, есть. Был ли шанс, понимаете, я вот так думал на эту тему, был ли шанс, ну какой шанс? Ответ какой-то написать. Ну тогда, если бы он не уехал, то есть формально, говорить, такой шанс был всегда, он всегда есть, но если бы этот шанс существился, он не был бы тем, кем он стал. Он не мог бы первого написать, абсолютно, ему бы не только, кто это здесь похожий корман. Вот тему логической социологии вообще, разводил социальный тему, во всяком случае, это было бы исключено абсолютно, и романы все эти, и они бы не уделяли, если бы он писал, он там у себя, держал у себя дома там, в сундуке, понимаете, может кто-то читал, но это не имел бы такого резонанса. Поэтому вот это так, трагическая судьба, он, конечно, не хотел с собой взять, или его заставили там жить, он все чувствовал себя лучшим человеком, он, конечно, корнил корнил, вот Синовьев это для меня тип как раз русского человека, лучших по появлению, и вот он любил нашу страну, и он здесь и чувствовал себя лучше, чтобы он забыстро, если бы он не уехал, он не смог бы себя реализовать в той степени, в той степени, в какой, наверное, я бы думал, что бы удалось это сделать. Поэтому, понимаете, это сложная вещь, это трагическая история, конечно, но для этой системы вот она дала возможность ему показать себя во всей полноте ее всей, и во всех своих возможностях.